Сегодня у меня необычное задание от редакции матча Ярославского Шинника против московского Динамо. Я буду смотреть на гостевой трибуне вместе с фанатами Белоголубых. А я сегодня буду смотреть футбол здесь, на фанатской трибуне стадиона Шинник. Шумовая поддержка здесь просто потрясающая. Вперед, Ярославль! Эй, эй, шерно-синь, шерно-синь! А почему именно пришли на вот эту трибуну? Потому что здесь такая ух, прямо атмосфера и кричатся. Ну, потому что это живая трибуна. Все остальные мертвые. Вы знаете, я сам такой же был лет 20 тому назад. Такой же был, так же прыгал. Ну, молодой вспомнил, все нормально будет. Как фортрета вашего зовут? Яшин. Яшин? Нет? Нет. Великий Яшин, это вот, да, вратали. Буквально несколько секунд назад, после очередной кричалки, фанат и шинникой, устроили так называемый слэм. Они очень сильно толкались. Мы с оператором были буквально в той гуще и едва успели унести ноги. На самом деле, очень страшно. Я просто ритма не чувствую. О, петарду зажгли. А говорили, что петарды не привезли. Да не петарды. А что это такое? Букв. Что это? Букв. Идет середина второго тайма. На трибуне фанатов Динамо сейчас зажгли фаеры. У нас пока вроде все спокойно. Продолжаем смотреть футбол. Отсюда поопределеннее надо уходить уже, потому что дышать вообще невозможно. Голосовые связки перекладило. О, это гол. Это гол. Только что Ярославский Шинник поразил ворота московского Динамо, которое занимает в чемпионате России второе место. Без Крытько мы бы не выиграли. Крытько, конечно, седьмой номер и... Крытько наше все. Крытько наше все.